Народность является исторически сложившейся общностью людей с общим языком, культурой, территорией проживания, быта и самосознания. Формирование белорусской народности – длительный исторический процесс. Первым этапом формирования белорусской народности стало расселение племён Кривичей-Палачан, Дреговичей и Радзимичей на белорусских землях. Однако эти племена не были объединены единой властью – одним государством. В начале XIV века, в годы правления Гедемина, вся территория современной Беларуси вошла в состав Великого княжества Литовского. Это обстоятельство стало благоприятным фактором для развития белорусской народности. Активно развивался старобелорусский язык, который использовался не только для повседневного общения, но и в качестве основного языка ведения государственного делопроизводства. Значительное воздействие на формирование белорусской народности также стал фактор единой веры – христианства. До конца XIV века большинство населения исповедовало христианство православного типа, а с заключением Кревской унии на территории Беларуси стал распространяться католицизм. Сближение с королевством польским положительно сказалось на укреплении оборонной мощности ВКЛ и связях с западноевропейскими странами, однако пагубно отразилось на развитии культуры в долгосрочной перспективе. Всё чаще верхи государства – князья, бояре, шляхта – для укрепления своего политического положения и продвижения по карьерной лестнице стали перенимать польский язык и польскую культуру. Наиболее активно эти процессы происходили после заключения Люблинской унии в 1569 году. В результате этого процесса верхи государства были полонизированы и окатоличены, а низы, крестьянство, горожане сохранили старобелорусский язык, белорусские традиции и к тому же чаще всего были униатами или православными. Языковая и конфессиональная разорванность негативно отразились на развитии белорусской народности. Уже в 1697 году старобелорусский язык был вытеснен польским из делопроизводства. Однако это не означает, что большинство населения страны также стали говорить на польском. В 14-18 веках на белорусских землях не существовало единое название «белорус» для каждого жителя. Народное самосознание находилось только в зачатке. Чаще всего жители именовали себя по признакам причастности к государству или к местности проживания. То есть господствовало региональное или политическое самосознание. Так многие называли себя литвинами, поскольку являлись гражданами ВКЛ. Существовали и местные формы самосознания. Жители Подвинья и Поднепровья именовали себя русинами. Жители Понеманье – литвинами, Полесье – полешуками. Уже в этот период проявились особенности, характерные для белорусского языка. Деканне, Теканне, Аканне, Яканне – твёрдая эра уже тогда были заметны. Первым человеком, называвшим себя белорусом, стал Соломон Рысинский, родившийся на Полоцкой земле. Происхождение названия «Белая Русь» до сих пор является дискуссионной темой в современной исторической науке. Так, этот термин имеет несколько теорий. Белый цвет ассоциировался по меркам мышления людей Средневековья с восточными землями. Вероятно, также ассоциация с православием, поскольку белорусские земли не были завоёваны монголо-татарами, в отличие от российских и украинских, они были свободными, белыми и христианскими. Географически название «Белая Русь» ассоциировалось с разными землями Руси. В 1382 году Полоцк называли «крепостью Белой Руси». Стоит отметить, что ни одна из теорий на сегодняшний день не является абсолютной.